После окончания спецоперации на Украине, стоит начинать новую в Польше? Это уж как получится. Если они позволят, точнее не то, что позволят, если они дадут повод, то, соответственно, если не будут пакости, нападки, разумеется, мы мирное государство, а наш бронеповесть стоит на запасах. Мы защищаемся, правильно? Да, мы исключительно защищаемся. Нам чужой земли не надо, ну и пять освоений. А что, она нам вредит, Польша ведь, да? Это Молдова, Молдову нам, и румыны, а причем и Польша, ну Польша тоже говно. Мой папа еще говорил, они во время войны, он прошел всю войну, он говорил, что хохлы, полицаи, западная Украина вся буквально, ну и поляки, и националисты, вот и все. Ну то есть нацистов там много все-таки? Ну поэтому, наверное, надо проводить там тоже, да? Там надо их всех ухать. Хохлов до последних, и детей ухать. Это гниль, ее надо ухать. Все население? Все население. А Польшу куда, присоединить к России? А ее тоже ухать. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех ухать. Это гниль, она распространилась, она уже, теперь нас не любят они. Они не любят. И какие-то нам ни брать, ни сестры. Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя, пока мы не покончим со всеми нацистами. А как считаете, вот на данный момент в Польше много нацистов? Думаю, что да. Получается, Украина враги, Польша враги, Прибалты враги. Это самые на первейшие наши враги. Ну вот как считаете, нужно прям военную компанию какую-то туда проводить или все-таки дипломатическими методами? Ну, если можно будет с дипломатическим, что я очень сомневаюсь, они слишком против нас настроены. Переговоры с ними никакие не получаются. А вот как считаете, как так получилось, что вот там так много нацистов, вот в Прибалтике, в Польше? А я думаю, что вот это вот, получается, что мы их упустили после отечественной. Прошло уже два поколения. Они уже воспитаны совершенно по-другому. У них была другая идеология, другие цели, другие задачи. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах. Уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие уже припиралось. Они больше почитали секты. Это уже в те годы. Вот дальше назревало, дальше и больше. Вот к чему мы и пришли. Обеспечить безопасность России вплоть до границ Польши. Как считаете, нужно нам начинать спецоперацию в Польше после Украины? Да. Почему? Потому что если проблема есть, ее надо решать до конца, а не оставлять ее в подверженном состоянии. А какая проблема? Украина, как государство. А в чем именно заключается проблема? В том, что за 30 лет они так и не сумели построить свое государство. И факт, нужно ли оно вообще. Ну вот, а в Польше тут... Есть львовская область, которая была всегда спорной территорией. И тут то, как решить. Либо она перейдет в Польшу, либо останется. Это уже вопрос такой. То есть я считаю, что государство, Украина, как государство, не смогла стать именно государством. Если действительно развивается новый нацизм, мне кажется, общество Европы может вполне это заметить. То есть не нужно участие в этом России какое-то? Оно понадобится в любом случае, но вопрос, насколько сильно. Ну это уже их проблемы. Пусть местное население и борется с ними. А у нас своих проблем достаточно. У нас даже своих в России достаточно еще подобные публики. Ну в Польше нет, в Прибалтике да. А почему в Прибалтике? Ну потому что это явно никому не нужная территория. А Польша? Польша слишком крупная. Если посмотреть на поведение поляков, они вот исключительно все ради выгоды делают. Вы обратите внимание, что несмотря на их официальную русофобию, они одни из тех стран, которые не перестали поставлять товары. А наоборот нарасти их количество. То есть двойственные... Я думаю, что у них вся политика исключительно, но с точки зрения выгоды оценивается. В отличие от, скажем, той же Франции и Германии, где для них именно идеология важна. Поляков давно надо разгромить, чтобы не рыпались. Почему? Да они на нас и во время Второй мировой рыпались все. Все хотели. Отжать. Нифига им отжимать. Я считаю, что и поляков надо нафиг разгромить. Они нас терпеть не могут, поляки. Они нас ненавидят. Ненавидят давно. А вы были сами в Польше? Да. Но я была, когда мне было лет 5 или 4 даже. Я маленькая была. Ну уже тогда, да? Было уже, чувствовалось это напряжение? Ну мне тогда было, честно сказать, от такого возраста. Да, лампочки? Я и не понимала. Но они нас не любят. Ну а почему они именно русских не любят? Из-за чего так сложилось? Почему Украина нас не так возненавидела, когда воевали вместе? И всю жизнь с СССР вместе все страны. А вот тут они нас резко возненавидели. Вон Чучня на нас рыпнулась. Все. Теперь сидит, жопку прижала. Вот и все. Ну а то и чем объясняется такое изменение отношений? Вот все-таки воевали... С самостоятельности захотели. Хорошо они назанимали у Америкосов денег. А чем они давать будут? Зеленского им отдадут? Зачем? Он им нужен. Это больше всего, мне кажется, это нужно Америке. Это Америка права качает, а все остальные подчиняются. Европе это невыгодно с нами в контракт быть. Потому что они сами не туризма, не экспорта, не импорт. Вот санкции по экспорту из Европы в билет. Вот они вообще, на чем они будут сидеть? Мы-то Россия, мы выживем, у нас все свое есть. А они на чем? Италия, на чем? На своих оливках будут жить? Вот как считаете, после завершения спецоперации на Украине, нужно начинать новую в Польше? Спасибо. Вы что? Ну вот смотрите, Дмитрий Медведев, да... Так Медведев... Почему? Там ему место. А почему? Дмитрий Медведев, ну бывший президент России, часто в телеграм-канале у себя пишет, что Польша самая страна, которая защищена больше всего нацистами, русофобскими взглядами, наполнена. Вот вы как считаете, действительно так может быть? И нужно ли это делать? Проводить операцию для ненаселения? Наши и так еле сейчас справляются. Все, до свидания. Спасибо вам большое. Я просто боюсь, что в итоге, если все это так будет продолжаться, это и Швецию тронет, наверное, и остальных, наверное, да? Это пойдет по накатанной. Вот. И, честно говоря, вот у меня сейчас песня играет. В моем мире в войне нет места. Конечно, не хотелось бы ничего такого. В Каце Польша? Угу. Ну, это поколитивный вопрос. По словам, не совсем корректно. Потому что, ну, определения официального деноцификации нету, и под него можно тактовать что угодно. А поэтому, ну, я на него не могу дать корректный вопрос, потому что вопрос самый некорректный. Ну, вот просто смотрите, вот Дмитрий Медведев, вот бывший президент России, часто в телеграм-канале пишет, что вот нацизм распространился там в Европе, и в частности вот в Польше, и России необходимо обеспечивать безопасность. Ну, у Медведева там очень интересное заявление, и они думают, что стоит всерьез воспринимать. Угу. Угу. Они давно зарятся на западной территории, и на Житомир, и на Львов, и на все западные территории. Им очень хотелось бы отдербанить и Румыния, и Польша. Ну, мне кажется, нам не стоит отдавать. Угу. За это надо побороться. Это наша земля. То есть Украину, и вот можно попробовать еще какие-то восточные земли, может быть, и Польши? Нет, я не... Зачем нам Польша? Пусть они живут на своих территориях. Я считаю, что нам, как говорится, нельзя отдавать Украину. А, то, что Украина. У нас только Украина. Те западные территории, которые присоединяются к Польше, на которые они хотят, Житомир, Львов, это наша, исконно русская земля, и мы должны ее вернуть. А вы допускаете включение в состав, вот, Прибалтики, Польши? Ну, Польша вряд ли, я же говорил, она слишком крупная, а Прибалтика вполне. А для чего? Ну, потому что это лишние территории, которые предпочитают не договариваться, а гадить. Ну, если вспомнить ту же Финляндию, где тоже не особо много населения, но которая умудрялась практически всю Холодную войну быть нейтральной. Она была нейтральна, а Россия к ней не лезла. Без визы, без всего там, в Варшаву, в Краков. Братан, путешествия не стоят войны, поэтому здесь, как бы, знаешь, не у того ты спрашиваешь. Такие вещи. Пусть она будет лучшей расистской. Чтобы мы ее контролировали. А чтобы не рыпалась еще на нас. Чтобы не допустить там нацизма, да? Да. И можно путешествовать будет свободно в Варшаву, в Краков. Само собой. Там достаточно красиво. В общем, одни плюсы, да, вот вы видите. Минусы-то вообще, в принципе, нет. Я считаю, что надо присоединить Польшу. Хохло пить и отжать так же, как и Крым. Ну вот, как получается, что к нам лезут все. Но пресекать нам каждые сто лет, им надо, как говорится, пресекать. Потом они становятся гораздо лояльнее, умнее. И на какое-то время их хватает. А потом снова лезут. Всю жизнь они будут лезть, потому что слишком много зависти к России. И размерам, и недрам нашим. Нашему богатству, и нашему сплоченности, и патриотизму нашему. У нас же народ совсем другой, нежели, как говорится, за границей. Они же там вообще задеградировали, извращенцы. То есть вот геи, да, вот они? Да, вот именно. Вот именно. У нас всю жизнь была семья, мужчина и женщина. И больше не таких обеспечений, но были.